Беларусь уже заслужила репутацию IT-успешной страны. Такая у нас и столица. Передовые программы внедряются в городскую инфраструктуру. Поинтересуемся у эксперта Smart City, какие разработки ведутся для улучшения качества жизни, комфорта минчан и гостей столицы. В Республике Беларусь концепция Smart City реализуется уже несколько лет. Пока реализуется фрагментарно, но с момента принятия декрета, вот эта деятельность по развитию Smart City, она получила толчок, работают над внедрением этой концепции. Автоматизацией городского хозяйства. Целый комплекс мероприятий, которые, а, должны были и привели к снижению аварийности на дорогах, к снижению расходов на смещение, к повышению безопасности, удобства, комфорта для жителей города. Сейчас очень актуально, например, информационное взаимодействие между городскими службами, городским руководством и жителями города. Хороший пример – это сервис 115 Бел, который позволил наладить устойчивую обратную связь. Сделаны ряд проектов о состоянии окружающей среды. Центром информационной технологии Мингосполкома реализован пилотный проект в области автоматизации вывоза мусора. Я знаю о нескольких районах, где стоят такие умные контейнеры, которые сигнализируют, постылают данные о том, что заполнены контейнеры, и обслуживающая компания может приехать их разгрузить. Соответственно, экономятся ресурсы, экономятся время, экономятся деньги. Большая работа идет по интеллектуализации систем учета воды, тепла, газа, электричества и так далее. Это реализованные пилотные проекты на проспекте независимости. Уровень освещенности автоматически регулироваться. В зависимости от времени суток, от условий погоды, от загруженности самой улицы в городе стоит задача реализовать так называемую концепцию зеленой волны. То есть, когда транспорт движется с одинаковой скоростью, благодаря этому разгружаются улицы города. Унедрять умные сервисы умного города. Важна скорость передачи данных. Поэтому 5G, скорее всего, будет внедрено именно в Минске. Автобусы, кроллейбусы, они передают большое количество данных ежесекундно. На основании этих данных уже покупает сейчас компания «Яндекс». Можно будет анализировать загруженность дорог, можно будет получать данные о пробках. Также в рамках выставки прошел конкурс проектов «Стартап Эверт». Эти работы представили студенты белорусских вузов разнообразных профессиональных направлений. Организатором этого конкурса является Минский городской технопарк. Могу, как член жюри, сказать, что проект достаточно серьезный, сильно из сферы медицины, из науки, из биологии. Ну, то есть, такие отраслевые. Какие основные темы или какие основные идеи звучали? Ну, очень интересный ряд проектов в области медицины. Серьезный хороший проект с хорошим техническим таким бэкграундом. Еще один проект был связан с автоматизацией, например, дачи. Есть система «Умный дом», а ребята предложили проект по «Умной даче». Все те же решения, только намного дешевле, позволяют автоматизировать теплицу, дом, усадебный участок. Представляю проект «Профита». Это логистический помощник, который помогает находить грузы и транспорт от 15 минут при гарантии быстрых платежей. С доставкой грузов дронами, с одной стороны, идея не нова. Нам остается только сертификация, с которой мы сейчас и работаем. Проект достаточно простой. Это нейросист для классификации легенограмм органов грудной клетки. Нейросист помогает радиологам приоритизировать свою работу, раскидывать пациентов по категориям «Есть заболевание», «Нет заболевания» и «Какое это заболевание, если оно есть», и снижать вероятность ошибки. Нас пригласил выступить в Белорусский инновационный фонд, и мы подумали, что почему бы и нет. Мероприятие в целом неплохое. Мы получили много положительных отзывов, и будем надеяться, что такие мероприятия будут проводиться и в будущем тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова